Доброе утро. Доброе вам утро. У нас добрый вечер. У нас разница... 12 часов. Да, у нас половина восьмого. Я жил в Магаданской области, у нас приблизно как у вас сейчас там было. Такие вот дела. Значит, я вас что хотел спросить. Здесь проблема какая? Мне очень жалко людей, которые заблуждаются. Но я имею в виду именно о Христе. Здесь вот те православные, которые якобы православные, они страдают только тем, что здесь нет нигде, я вам просто могу сказать, нет нормального ничего православного вообще. И когда начинаешь говорить с людьми, они все-все понимают, они поддерживают все, что правильно на самом деле. Но они не хотят ходить никуда. Почему? Потому что этого здесь нет нормального. Так я спрашиваю сразу. Мы записываем, выставляем в интернет. Вы не против? Конечно. Но мы с вами с первого раза говорим. Я каждый раз должен спросить. Говорите, пожалуйста. Хорошо. В любой момент можете писать. Мы ничего с вами не скрываем, я надеюсь. Я люблю это. Да. Мы говорим перед Богом, и тут уже чего? Ну, когда против, я просто выключаю, и больше мы не встречаемся. Мне зачем время зря тратить? Я хочу, чтобы люди знали встречу с добрым человеком, какие-то вопросы. Я не для одного человека это делаю. То есть не плотовские. Я смотрел встречу с каким-то там, ну, негодяями, будем называть так, вещи своими именами. Вот. Которые просто слушать не умеют. Ну, и после этого всего исподвигло вам позвонить. Вот. Значит, я почему, значит, хочу вот именно это сделать. Не потому, что там я какой-то там, может быть, там, что-то себе там, думаю, что я лучше всех, умнее всех. Просто это кто-то должен сделать. Откуда-то должно начаться. И когда вот бывает тут много очень разговоров о всех течениях христианства, вот я говорю, знаете, вот в принципе, если, как вы говорите, если я был бы патриархом, если вот была моя воля и спросили, что можно сделать, я бы поступил как католики, когда они выбирают папу своего. Я бы собрал всех глав нормальных, ну, правильных наших направлений, посадил бы их в одну маленькую комнату, в небольшой зал. И пока они не договорятся, я бы их не кормил, не поил. И они очень быстро бы договорились, пустили бы этот дымок, что все нормально. И мне кажется, это было единственное решение среди всех христианских конфессий. И поэтому, так как ни у меня, ни у вас такой возможности их собрать и посадить в одно место нету, ну, давайте как-то сами, может быть, организовывать. Я думаю, что если Господь будет с нами, если мы будем правильно все делать, Он будет с нами, может быть, мы их и сподвигнем на это. Вот почему, скажем так, я бы это хотел сделать в Америке, потому что я это очень много раз пытался на протяжении не одного десятка лет в России, за что и получал очень большие проблемы. Я просто там этого не смог бы сделать. Ну, а как Господь сказал, что оставайтесь на том месте, куда вы признаны, но, если можешь, воспользуйся лучше. Ну, и так как получилось, что мы все равно сюда переехали, ну, и вот я бы здесь воспользовался этим. Почему? Потому что Америка, на самом деле, это богом хранимая страна. Здесь никто не вставляет палки в колеса, ничему, ну, если это нормально. Я не беру там негодяев и разных прочих. Если мы говорим о Христе, я не думаю, что будет кто-то палки в колеса вставлять. Вот, и поэтому, ну, надо начинать, надо начинать хотя бы где-то. Понимаете, вы, вот сколько у вас там опыта очень, да, там, десяти лет его в России, но этого не давали и не дадут, не давали и не дадут, потому что у власти бандиты. Вы говорите, я верхний свет выключаю, лучше будет видно, говорите. Хорошо, вот, и поэтому я бы хотел бы вот это все как бы, ну, правильно оформить, а если бы вы бы еще нам помогали бы вот в этом отношении, потому что очень много баптистов здесь русских, которые, они не понимают, что говорят вообще. Они здесь баптисты только лишь потому, что это одно из средств, один из механизмов переезда сюда. Потому что, а как, надо показать гонение. Ну и многие, что там греха таить, вот, я даже в разговоре с ними говорю. Здесь есть такой, знаете, может быть, лидер у них есть, Борис Перчаткин. Я не знаю его. Не знаете, ну, там один из лидеров у них, ну, по всем делам, как бы, чуть ли не самый-самый-самый. Он даже представляет интересы всех протестантов здесь в Конгрессе. Если хотите, я много побросаю, там есть на YouTube его. Я с ним разговаривал по этому поводу. Вот, и он говорит, вы знаете, я вам могу сказать, что очень много чекистов под маской вот этого всего протестантизма переехали сюда. Он даже называл человека, который посадил его в России, КГБшник. А здесь он его встретил. По-моему, на Гудзоне, что ли, там, в Нью-Йорке. Он говорит, как же, а ты что здесь делаешь? Он говорит, а я беженец. Как уж ты беженец, ты КГБшник. Он говорит, еще раз рот откроешь, никуда не побежишь. Вот и все. Видите, здесь таких целая куча. Поэтому, если людей оформлять правильно, очень многие баптисты, которые даже не понимают, что они говорят. Я не против баптистов. У меня очень много друзей среди баптистов в России, здесь. Но когда человек не понимает, ну, скажем, самой сущности, ты хоть как себя называй, ты все равно не Христов. Правильно? Да. Вот и все. Поэтому очень многие бы хотели бы ходить в церковь, но очень у многих здесь просто такой возможности нет. Тут я в прошлый раз вам говорил, что на 700 майлов здесь вообще ничего нет русского. А чего есть русское вот там, ну, с трудом, как бы, я бы назвал бы это церковью. Да, они встречаются. Я спрошу только. Вы сказали майлов. Вы имеете мель какая? Морская или сухопутная? Сколько она у вас? Американская. 1,7 километра. Податно. Ну, я не то, что привык, но просто здесь... Вас плохо видно, Игорь Михайлович. Такой, как бы, ездишь сколько всего этих майлов. Светлая сезда. Светлая сезда. Да ладно. Вот. И поэтому, в принципе, в принципе, я думаю, что это будет богоугодное дело. Вот. У нас год уже существует. Мы хотели переезжать в Техас. Почему мы там ее открыли? У меня жена и дети, вот старшая девочка, у них аллергия. Ну, здесь, видимо, что-то такое с цветами, что-то такое. Здесь, ну, тепло постоянно. Вот. Здесь минусов не бывает. Несколько раз было зимой и ночью. Ну, это было ноль. И, по-моему, дальше минус один. Но минус один не было. Не знаю. Поэтому, может быть, это самая аллергия. И врачи нам посоветовали уехать туда вверх, куда-нибудь. Там Техас, там Аризон. Ну, в Аризоне делать нечего. Вообще там очень, ну, душно и не так. Вот. И мы хотели переехать туда. Нашли там домик очень хороший. Вот. Ну, я, как Христос, плотник. Вот. То есть делаю мебель. И, как бы, вот, на этим мы живем. Вот. И получилось так, что там мы нашли дом хороший. Большой дом. Чтобы могли уже приезжать люди туда с большой мастерской. Ну, и земля такая нормальная. Ну, и, по-русски говоря, нас просто кинули. Вот. Мы попали в такую вот. И деньги вбухали. А в итоге дома нас они отняли. Но можно было бы, конечно, пободаться. С одной стороны, да, с землей. Ну, с земной. А с другой стороны, я думаю, что все в руках Божьих. Как он управит. Если он управит, деньги вернутся. Просто мы там уже жить бы просто не хотели бы. Вот. И поэтому перевести все во Флориду. Ну, это вполне возможно. Потому что, как бы, здесь ближе все гораздо. Вот. И здесь очень... Здесь нет церквей. Вот такие, которые, ну, скажем так, ну, хотя бы чем-то были похожи на христианскую. То, что здесь есть греки. Ну. Вот переехали баптисты. Был баптисты. Старобрядцы. Недавно. Вот. Да, они первое время прям ходили, ходили. Потом тоже самое. Мы не ходили, не ходили. И получилось так, что мы с ним встречаемся. Говорит, давно был в церкви? Он говорит, 3 месяца-полтора. Я говорю, а что ты? Он говорит, ну, работа с одной стороны. С другой стороны. Я говорю, да. Ты знаешь, когда был до вот этого батюшки был румын. Батюшка, тоже приезжий. Церковь была как семья. А когда он уехал, он уехал капелланом в армию. То есть, ну, священником в армию. Очень много православия в армии на самом деле есть. Вот. Приехал вот этот греческий. Ну, грек местные, американские. Ну, холодно. И да и все. Сквозняк. Дует. Ну, я имею в виду такой. Не физический сквозняк, а вот такой. Не оно. Вот. И поэтому очень многие бы хотели. Вот. Очень много старообрядцев, которые, ну, здесь живут. Они уже здесь родились и все. Они хотели бы и хотят, но а негде, а нечего. А как? Очень много русских, которые хотели бы и хотят. Даже те, которые переехали. У нас есть две знакомые дамы. Одной 80, другой чуть побольше 80. Вот. Они одна через Шанхай. Родители ее привезли сюда после революции. А другая, я не помню, по-моему, тоже через Турцию, что ли. Вот. Они хотели бы и хотят. А что, говорят, у нас здесь две? Мы две женщины, которые ничего не можем сделать. То есть, на самом деле, ничего не могут организовать. И куда? И они, в принципе, как бы, ну, такие земные. Они особо не читают невесты и не знают откуда. Так, я хотел сказать. У меня слово «проблема» исключено. Я заменяю его нерешенный вопрос. Итак, цель ваша какая? Чего вы хотите? Выражайте четко и ясно. И сразу я буду отвечать. Хорошо. Четко и ясно. Значит, вы можете нам помочь вот в оформлении вот этой самой идеи, которая, в принципе, она у вас уже есть. Она оформлена. Просто, что я не зря спросил, что можно я буду брать материалы из ваших книг и разного прочего, соответственно, только со ссылкой на ваши книги, на вас как на автора? Можно. И благословляю на это. Спасибо, Господи. Вот. И если вдруг будут какие-то вопросы, допустим, я, конечно, тоже там могу поговорить, но мой опыт по сравнению с вашим опытом, ну, небо-земля и другая галактика. Вот. У меня очень много знакомых баптистов и пресвитеров и разных прочих. Знаете, я их всех понимаю. Я их всех там, скажем так, принимаю. Но когда русский человек говорит не по-русски, я этого не понимаю. Это вот, допустим, там, коверкание слов, там, разных прочих. Там, вот, Борис, у меня товарищ, он здесь пресвитер, он старший пресвитер, он что-то разъезжает, что-то организовывает здесь все. Я говорю, Борь, ну, какие пресвитера? Ну, по-русски это пресвитеры. Ну, какое раскаяние, ну, раскаяние. Ну, как бы, понимаешь, я понимаю, когда ты говоришь с людьми, которые неграмотные, они не могут понять, что, подумать, что, наверное, это слово. Но когда человек интеллигентный, который, ну, знает, как это правильно делать, он тебя не воспримет на слух. Ты говори нормально, и все будет ровно. И вот, ну, во многих, да, на отношениях согласен. Вот, кстати, вы как относитесь к Осипову? Косипов. 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 Не вызывает доверия. Не вызывает доверия. Восьмой десяток лет уже заканчивается, он бритый. Он в галстуке. И мне, так, доказательств никаких нет, он масон. Вполне может быть. Далее, скольких людей он перепортил. В то время, когда в семинарию, вот, допустим, без семинария, я закончил семинарию, могу сказать, заочно. Не в семинарии, а у одного кандидата богословских наук, у Пивоварова Александра. Мы три брата учились вместе. И даже тогда рукоположить, и то только тайно, тайно где-то архиерей в домашней церкви мог. А это профессор преподает. Ясное дело, что у него подписка сексотства была стопроцентная. Это даже доказывать не надо. Об этом много писал Александр Нежный. Он близко имел общение с председателем по религиозным культом представителей министров Кураедовым. И он вам все рассказал. Все сто процентов КГБшники. У меня есть стихотворение одно, и оно поется. Что скажет Бог, то изреку и я. Хотите, я вам проиграю сейчас? О пророке Михея. Минутку. Как будто потратим, но это тоже не зря будет. Это нормально, конечно. Сейчас, минутку. Сейчас мы это сделаем. А он вам снимет. Так, что скажет Бог, то изреку и я. Где оно у меня? Не знаешь? Сейчас я это спрашиваю Володю. Это у меня что? Видео. Минутку. Видео Савченко. Тут как раз и нету. Что скажет Бог? Где оно у меня? Обращение. Пение Виктора. Виктора. Сунулся-то. Сейчас, минутку. Если есть, нет. Посмотри здесь. Помоги мне найти. Нет у этого? А-а-а. Нет, нет. Вот где я найду в другом месте его сейчас. Вот здесь вот где-то. Где он поет, Виктор Савченко. Зайду с другой стороны. Вот. Савченко. Так. Есть, нет? Посмотри. Минуту еще. Пение или как называется-то? Или слово С. Найти. Вот он где нашел. Что скажет Бог, то из реку и я. Вот слушайте. Тут видео не будет, только в аудио. Хорошо, хорошо. Так. Что скажет Бог, то из реку и я. Что скажет Бог, то из реку и я. Заученная фраза у Михея. К такому в рот не заползет змея. Не нанесет он в уши ахинею. Его заклинило на этих вот словах. Что грамота, диплом и институты. Не умолчу. Вы можете плевать. Кто поступал иначе, были плуты. Жив мой Господь, что скажет мне мой Бог. То из реку и не словечко против. Замучились с Михеем, сбились с ног. А он за старое пророк совсем не кроток. Патриархийное священство в рот глядело. Уполномоченным, поставленным от власти. А он один твердил свое так смело. За стол не лез отведать горькость власти. И Михея просят все архиереи. Умолкни из реки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет. Разоблачает и рачека агентов. Жив этот Бог Михеев и сегодня. С утра он жив все тот же, что вчера. Он ищет вновь таких, кто в деле годен. И страх имеет, как из рех сирах. Напротив одного живущего в презрении. С кадилами сенот и патриарх. А он для них в горшке разводит бренье. От ревности мирской сыпает прах. Он поет их, у них спухает лоном. Вы видите пузатый легион. По ноге лежат чуть-чуть с наклоном. Не могут совершить они один поклон. Опухшие продажные слепые. Не могут до купальни добрести. О, сколько жеребцов не хватит пыли. Кому доверились мы, Господи, прости. О, сколько жеребцов не хватит пыли. Кому доверились мы, Господи, прости. Михея просят все архиереи. Умолкни из реки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет. Разоблачает иерачек агентов. Михея просят все архиереи. Умолкни из реки добро о президентах. Он снова наяву в эфире реет. Разоблачает иерачек агентов. Что скажет Бог, то из реки и я. Ну, вот такое дело. Ну да, ну, да. Знаете, это в книге чисел, 15 глава, говорит, если у мужа будет ревность к жене, пусть священник возьмет пыли, положит... Если она изменила, лон распухнет. И я это беру как раз. Не хватит пыли. Сколько этих изменников там понабилось-то? Я только один был митрополит Хризастом. Он в Виленске теперь, в Литве. И он говорит, да, я работал. Да, у меня кличка такая-то. А вы-то еще молчите. Все 100% в этом замешаны-то. Кураев говорит, да, я... Так, но я никого не выдавал. Что скрывать-то это? Ну да. Ну, это было бы глупо подумать, что там хоть кто-нибудь бы улизнул. Ну, о чем говорить, а не специально создавать отдел для этого. Я про Осипова говорю. Про Осипова просто был. Ну, про Осипова да. Просто у него получается так, что он человек священного сана, как бы мирской. Вот. Ну, с него особливость просто какой может быть. Но, с другой стороны, он себя номинирует христианином. Да? Просто как вот назвать? Номинирует. Я почему не говорю. Разговора нет. Он очень грамотный. У него очень много чего интересного. Но, когда человек говорит о любви, а потом в одной из передач, вот, американцы, они же такие негодяи. Они же там негодяи. Ты знаешь американцев. Ты с ними разговариваешь. Ты здесь жил. Ты видел нормальных людей. Ты с кем разговаривал. Прежде всего, я любую страну делю на людей и правительство. Правительство – это ни в коем случае не люди. Это совсем другое. Идеи правительства не такие, как и идеи у людей. Везде, в любой стране. Согласны? Да, конечно. Так все. Как он может судить о американцах, ну, о тех же немцах и других странах, не зная, не говоря, не живя с людьми? Как можно говорить? Ладно, даже хоть что бы там ни было. А где христианская любовь, если ты христианин? Самое главное – где любовь? А что Господь сказал? Милости хочу, а не жертвы. И когда он говорит одно, на самом деле потом как бы другое. И тут можно понять, что, конечно, он так говорит, может быть, не то, что думает, но угодно тому, кто его поставил. Ну, и таких много у него там завихрений. Просто что вот сами идеи его и знания его, ну, я бы приветствовал бы. Потому что он действительно на самом деле ученый. А куда ему деваться? Вот. Может быть, человек тот, который не может сказать нет, когда надо. Или не хочет. Просто не хочет себе проблем. Хотя, может быть, он совершенно другое там себе там внутри чувствует и думает. Ну, а куда ему деваться? Иначе скапитры уберут, соответственно. Я знаю очень много людей, которые были коммунистами и там разным-разным прочим, которые к коммунизму относились так, что дай ему волю, как он говорит. Ягод его сжег, растоптал, раздавил. А куда было ему деваться? У него семья, у него за ним люди, ну, там, родственники, которые стоят. Если его посадят, ну, скажем так, подвергнутся какому-то прещению, соответственно, вся семья будет не на том месте. Вот я же вам рассказывал, у меня прадеда расстреляли. Кстати, он был не старостой, а член Совета. Вот такой же молодой священник, пришедший к КГБшник. Он просто говорит, дед, еще раз что-нибудь скажешь. Ну, и дед, естественно, сказал. В 37-м приехали домой, на день рождения по новому стилю взяли, по старому расстреляли. Вот и все дела. Ну, я не призываю всех так, конечно, потому что у всех свой крест, кто-то может, кто-то не может. С одной стороны. Но с другой стороны, если ты называешь себя христианином, и ты стоишь на высокой трибуне и учишь христиан быть христианами, ну, ты как-то придерживайся, я так думаю. Я вот о Осипе хотел только сказать. Понимаете, он как бы вот так. А что? Я добавляю к этому. Я вам посылал свои материалы к Кистиному православию, и он все одобрил. Но дело в том, что он нигде ни слова не скажет, в чем патриарх виновен. Он точно знает границы дозволенного ему. И я на это отвечаю. За все годы профессорства, вот которые священники сейчас поддельные, что попало делать, это его воспитанники. Это он их вырастил. Он перепортил все, что только может перепортить. Он объясняет, что женщины в брюках ходят. Он все любое объяснит. Почему? Потому что он играет на невежестве людей. Вывел всех из ада Христос. Откуда он взял? А святые отцы говорят. Он говорит, что люди не знают, а он это говорит. Он не знает. Я ему привожу данные. Всего 989 правил, книги правил. Из них 170 полностью выбросили. 413 из 719 нарушается каждый день, и он этого не видит и не знает где-то. Он такое сделал, что даже мы не знаем, как он помирать будет. И сказать еще ему нельзя. Да, говорит. Он грамотно говорит. Но в каждом выступлении я найду у него там, где он говорит неправду. Он не знает. То есть люди не знают. А он-то знает. Но все в криво, в бок, чтобы его только не тронули. Вот причина-то какая. Опасность. Да. Он зависимый, поэтому он не может, как бы, говорить. У меня есть сайт, знаете, сайт во Святи Библии, сайт. И там все книги мной насчитаны. И на это разбор выступления. Я разбираю выступления патриарха Алексея Второго, митрополита Смоленского-Калининградского Кирилла, старобрященского Андриана, архиепископа, Козлова, там, Максимова в МГУ преподает, Юрасова. То есть у всех примерно на 60 вопросов. На 60 вопросов. Они отвечают не более как 5-6 вопросов правильно. Остальные неправильно. Я беру и к ним задают вопросы. Как они отвечают и дальше как надо было отвечать. Они совершенно не опираются на Слово Божие. Как будто его нету. Но для нас-то главное на соборах Слово Божие было, а не от того, что ты умный. Оригин был умный, да заплутался. Вот какое дело-то. И разбирать его выступление, которое он говорит Остином, то у него не больше 6% правильных ответов. Ну, может быть. Ну, просто дело в том, что все, ну, так, владвики, ну, и, соответственно, ниже сходя священники, они делают свое дело в их направлении, которое им нужно, которое им задали. Ну, а, кстати, очень много из них совершенно даже неграмотных. Вы же знаете. Очень много священников неграмотных, просто неграмотных, которые не учились просто. Их поставили. И вы знаете, что одно время было, ну, недостаток священников, ну, когда якобы, как бы, типа, разрешили уже открыть церковь, а священников не было. А люди хотели. А что делали? Ставили кого хотели священникам. Если он поступал заочно на училище, даже поступал. Он только поступил, его уже рукополагали. Попозже, когда стало их немножко побольше, уже стали так. Поступил, до зимней сессии дожил, а можно рукополагать. И поэтому многие просто не заканчивали вообще ничего. И если такой степень неграмотные, я вот со многими пожилыми говорил, я диву даюсь. Я просто диву даюсь. И ничего, это нормально. А что? Главное, чтобы деньги несли. И всё. Я хотел сказать... А потом ничего не надо. Главное, чтобы несли деньги. Минуту. Я просто немножко вставлю здесь. Вы с Красновым Леникиным знакомы? Православный историк. Он шесть сроков отсидел. Шесть сроков отсидел. А потом он во Францию уехал, там... Я... И вот он говорит, главная болезнь людей сегодня, это трусость и корысть. Корысть и трусость. Не безграмотность. Это на другом месте. Так моя, говорит, родная, православная церковь, трижды больна трусостью и корыстью. У них всё на этом. Боятся епископа, епископа боится синода, синод боится патриарха, патриарх всех боится до одного. И корысть. Везде деньги, деньги, сопренно деньги. Ну да. Какая? Говорит, что если 400% выгоды даёт капитал, нет того преступления, под страхом виселица, на которое не пойдёт капитал. А с церковных крестиков 2000%. Это вообще ужас один. Всё продажное. Таинство всё продаётся. Крещение, Венщане, всё за деньги. Конечно. Конечно. Но там, в московскую патриархию, как институт церкви, вообще можно не рассматривать. Это просто обложка еёная. Это узаконенный автомат денег. Автомат, который производят деньги. Представляете? То есть, малые затраты вложи, а тебе польётся столько, что не знаю сколько. Вот и всё. Это давно известно. Это, ладно, я там понимаю, какие-то они там, надо её строить, надо возрождать, но вы тогда и трудитесь как-то. Ну, можно сделать предприятие, которое что-то будет делать, но не продавать табак, алкоголь и разное прочее. Ну, это же, ну, как, я не знаю. Я не знаю. Тем более, что вот эти все, как они говорят, монашеские благодетели, которые отменены не кем-то, а именно ими же. Самими. Потому что они их хотят, но они их не могут. Потому что они, как бы, давали в этом, там, зарок, там, обед и разное прочее. О нестяжательстве, о разном прочем. Я о Кирилле уже ничего не говорю. Потому что, ну, это, в принципе, во языцах вообще всего мира. Эти часы, эти, там, дома, эти квартиры, эти, там, лимузины, разные прочее. Но они же-то происходят то же самое. Они же смотрят наверх на папу своего. И как это, одному сказали, отец, ваш дьявол. Мама дорогая, человека чуть не растоптали, там, не засадили. Ты чего говоришь на первосвященников? Я говорю, по крайней мере, хотя бы посмотрите, кто есть первосвященник. И дальше, 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 дальше. А то, что он носит на себе рясу и разное прочее. Ну, извините, вон, в кукольных театрах там еще круче надеваются. И чего? Просто, правды, ее никогда не любили. И не будут любить. Ни один вор, ни один бандит. А зачем? При правде ничего не построишь, ничего не украдешь. Вот и все. И поэтому, просто, я бы хотел, не потому что, ну, я там самый-самый, я там что-то такое хочу. Я действительно хочу людей привести к Богу. Насколько я смогу. Вот сколько моей жизни хватит там. Вот, я не хочу зарабатывать. Я не хочу на этом ничего. И очень правильно было поставлено среди апостолов. Когда апостол ходил, водил за собой толпу, не несколько чек, а действительно толпу народа, и кормил их своим трудом. Вот это было правильно. Когда я заканчивал уже учагу, и хотел уже, как бы, рукополагаться, ну, я как бы думал, что, ну, может быть, получится изнутри, как-то там, что-то там наладить. И раз смерть священника, другого священника, который нормальный, полувольный священник, как я понял, я там ничего не смогу сделать. Максимум, если я буду уж настолько правильный, я могу получить там венец мученика. И все. А люди? И все. И поэтому никак. И поэтому я считаю, что, если возможно, где-то начало правды, оно возможно здесь. Потому что здесь никто не будет за это преследовать. Делайте сколько хотите, чего хотите. Единственное, что если не идет в разрез с общечеловеческими нормами. Ну, христианство истинно никогда не шло в разрез. Никогда. И когда говорят, что православие на Руси и московской патриархии ничего общего не имеют с кровью и разным прочим, я говорю, уважаемые, если вы хорошо знаете историю, если вы даже ее не знаете, откройте учебники и посмотрите историю раскола. Сколько стали обрядцев ушло туда. Действительно священника мученица. И вот там Европа. Я говорю, да, в Европе было. Вот у католиков было гонение на этих ведьм. Ну, не будем брать там во внимание, да, там сколько, чего, правильно, неправильно. Ну, там десятками, ну, пусть сотнями исчислялись эти жертвы. А у православных со старообрядцами одни только салатки чего стоят. Почитайте за это. Поэтому, ну, московская патриархия, это, ну, вот так, короче. Инквизиция... Почему она объединилась с РПЦЗР? Она хотела объединиться. Да потому что... Инквизиция католиков 12 миллионов обошлась. 12 миллионов. Как вот это гонение, Сталинское вместе с другими славянами 110 миллионов посчитывает. Это Кораблин, пишет профессор. Ну, Сталинское, да. 12 миллионов католик, это гугеноты, это всех, которые гнали, преследовали. Это не процесс только ведьм. А преследование всего, что было. Крестовые походы, все. Во что это обошлось? 11 крестовых походов. Ну, если с крестовыми походами, то да. По всему миру. Ну, я имел в виду именно у себя там, на родине. Я не брал крестовые походы, а именно вот, то есть, ну, как бы ересь ведьм. Ну, да, то есть, как вот, почему старообретцев-то обвиняли? Это внутренние были российские проблемы. То есть, они не касались там другие страны, которые не ходили, а именно наши там российские жертвы. Вот я и поэтому и говорил, что их было гораздо больше, чем охота на Вене. Ну, а если брать, конечно, в общем, крестовые походы, ну, ересь и ересей еще, по-моему, даже назвать было нельзя. И помешалось здесь все. Личный карман, государственный карман, все подряд. Ну, да, где-то там Христос как бы там маячил, как бы, типа. Вот и все. А на самом деле крестовые походы что-то личное обогащение, не более того. Там никто о Христе не думал и не заботился никогда. Ну, это же все знают. Вот. И поэтому вот так. И я почему-то, если скажем так, опять же, ну, возвращаясь к тому, с чего начали. Если мы вот это здесь все правильно отстроим, то, во-первых, очень многие баптисты, скажем так, ну, как их там называть, там, потому что я их называю всех баптистами. Хоть пятидесятники, хоть кто-то там, хоть кто-то. То есть, ну, то есть, это все равно. Кстати, христиане, они же тоже сектанты, вообще-то. В римском праве христиане это сектанты из иудей. Вот. И если уж так правильно называть, то вот эти все остальные, это тоже сектанты от христианства. Вот. Вот. То очень многие люди, они, по крайней мере, если у него действительно в душе Бог, он вернется к настоящему чистому христианству. И все. Ну, соответственно, и православные, и там, может быть, кто-то со старообрядцев, там, какая разница. Если человек верит в Бога, то это будет, по-моему, правильно. Вот. И поэтому мы вот год уже все эти бумаги пишем, 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 пишем. Как бы здесь требуется такая, как бы, идеология, то есть, направление вот этой организации. Ну, я им сразу говорю, у вас Библия есть под рукой, чтобы я так время много не терял? Они, ну да. Я говорю, возьмите вот наши идеологии. Чего еще может быть больше? Только без отступления и без прибавления человеками. Вот. Ну, а тетка с меня говорит, ну, ты пойми, ну, такое правило. Я говорю, хорошо, я перефразирую по-человечески. Вот. А, кстати, хотел спросить, а у вас нет книг, переведенных на английский, там, или на что-то такое? На какой-нибудь другой язык, кроме русских. Кроме русских-то? Ну, сейчас у нас ничего тут нет. Ну, допустим... Ну, допустим... Я, может быть, недопонимаю еще. Если образовывать общину, так у нас в Потеряевке, что живут вместе, работают вместе на благовестие, это очень и очень непростой вопрос. Очень. По сегодняшний день у нас в России этого не удалось никому. А к нам приезжали наши уставы, архомандриты, фотографировали. Мы у себя в церковь введем, то другое будет. Никто ничего не смог сделать. Вышестоящие задавили. Здесь только Бог может поможет. Вот у нас лагерь какой детский. Я его создатель. 44 года начальник. Все работают бесплатно. К нам приезжают с других лагерей. Я много по скаутским лагерям там ездил в Америке был. Возили меня показать-то. Я говорю, я ваших воспитателей, даже воспитательных лагерей православных, даже на территории лагеря не запустил бы. Что они делают? Тут же могут и курить, посты не соблюдают. И как выглядят? Это очень и очень непростой вопрос. Чтобы к единомыслию привести. Вот как было это в Израиле. А то борода у меня будет, мне будет думать, меня будут зазирать, за ваххабита признавать. Нас признавали. Милиция останавливает. Мы не ваххабиты. Мы показываем православное. Звонят. Пропускайте вперед. Это наше. Когда сказали, нас задержало КГБ. КГБ задержали милицию. А потом узнали, что мы православные. А мы думали, баптисты. Руки жмут, фотографируются. Я подумал, ужас какой. Мы кровью захлебываться будем, если нам льготу государство дает. Мне-то это приятно. Нас отпустили, сопроводили. Но ты понимаешь, до царя батюшки мы все одинаково должны быть. Не так, что в Америке баптистам льгот, а православным не жить. Я вот о чем говорю. То надо смотреть повыше. Конечно. Если вы думаете создать общину, вот это, это очень непростой вопрос. У вас должен быть свой священник. Это первое. Это первое. Четкая программа. Уставы. И смотреть за этим. Вот у нас женщина, девочка, тоже девочка из дома не имеет права ходить без платочка. У нас строго это. Девочка маленькая, самая маленькая. В храме, что в брюках, нас говорят, а вы вот в брюках, и придут люди из храма выводите. Я говорю, мы никогда не выводим. Почему? Да мы их не запускаем. Они и выводиться не надо. Вот к нам приехала милиция, а женщина в брюках, ей надо зайти. Мы вытащили юбку, одели, я в лагерь не запускаю. Прокурор, полковник приехал, я его не запустил. Пока не будет по форме. Куришь, куришь, табак спрячь. На территории лагеря не должно быть. Тут надо стоять. Кто-то должен с собой пожертвовать. Вы беретесь за важное дело, очень нужное, хорошее, но прежде, чем выйти на сражение, с десятью тысячами против двадцати тысяч. Выдержишь, рыбащий начал строить, чтобы над тобой не стали смеяться. Нас давили за один год, не полных два месяца, 15 комиссий краевых лагерь били. Даже ФСБ задействованы. И они ничего не могли сделать. У нас дети стояли на крыше, мы поставили, ну низкий-то где столовая-то, и плакаты, коммунисты, людоеды, займитесь своей душой. И кричали, не заходите, они ничего не могли сделать. Тут надо стоять до конца. Нет, просто положение разное, Америка и Россия, я же вам говорю, здесь никто не будет палки в колес вставлять. И я совершенно точно понимаю, что я человек не богатый, далеко не богатый, и вот такую общину, как у вас, мы построить сразу не можем. Максимум, что мы можем сделать, это сделать сначала свой храм. Для чего, в принципе, я уже купил РВИ, знаете, такой дом на колесах? Ну, по случаю, мне очень хорошо достался, в хорошем таком состоянии, я из него все выгребил, все что там было. Я просто хочу сделать в нем передвижной храм. Передвижной храм, почему? Потому что со многими списываемся, созваниваемся, они с разных штатов, с разных штатов. И то, что мы будем говорить, то, что мы будем писать, на сайте общаться по телефонам, и разным прочим, это очень хорошо, но, допустим, если мы будем постоянно во Флориде, они же хотят служить, у кого-то есть возможность, то есть церковные службы также проводить, другого нету. Будут свободные люди какие-то, они могут просто взять, допустим, тот же самый РВИ, поехать вот туда, а это будет, во-первых, проповедь, не ходячая, потому что не пешком же пойдут, они будут ехать. А с другой стороны, это можно будет совершенно спокойно договориться с администрацией в каком-то месте его поставить на какое-то время, проповедовать, раздавать литературу и, соответственно, проводить проповедь. вот, то есть, как много всего Христа, понимаете. То есть, это будет как бы уже передвижное, то есть, оно такое и есть. Где бы ни были его поставьте, и, пожалуйста, можно совершенно нормально делать. И если с Божьей помощью все будет хорошо, я думаю, будет хорошо, потому что здесь есть очень много российских людей, которые не просто богаты, а сказочно богаты. И если Христос его коснется, сердца и мозга, я думаю, что они поймут, что это правильно на самом деле. И часть своих денег можно пожертвовать уже на какую-то землю, действительно общинную, где вот это можно сделать. Землю можно купить, и она здесь не очень дорогая. Я не знаю, сколько там в России сейчас все это стоит, но я не думаю, что там дешево. Говорят, что там она где-то пустую, что-то там раздают, что-то очень сомнительное, чтобы бандиты, что-то взявшие, отдали. Вот. И поэтому, как бы, везде, наверное, нужно все это будет покупать. Просто я так думаю, что это можно будет сделать и здесь. Но, конечно, это идеальная вещь, вот как у вас, это вот община, в которой живут люди, которые одной идеей одержимы, идеей Христа. Вот. Если это здесь получится, ну, скажем так, одной из программ максимум, вот. Это очень хорошо. И если хотя бы даже, мы сделаем хотя бы в одном городе нашу церковь, я имею в виду нашу, это нормальную церковь, правильную, и будем вести проповедь, а очень много друзей, людей, которые из других штатов приезжают и будут уезжать рассказывать. Можно будет попробовать перевести. Здесь есть люди, которые очень хорошо знают язык, ну, английский. И если они согласятся, ну, хотя бы кто-то из них, они могут брать это хотя бы по частям, по кусочкам, правильно переводить. Вот. У вас очень хорошие комментарии вот на Евангелие. То есть, человек должен понимать, что он читает. Вот я вчера тоже сказал, что, ну, все знают, наверное, кто, естественно, верующий, что есть несколько изданий. Есть правильные, это наши септуагинты и ульгаты, которые, ну, скажем так, искаженный текст, там, самосоветским текстом, разным-разным прочим. То есть, нужно для людей все это, ну, делать и говорить, доводить до людей, чтобы они понимали, они знали, чтобы разницу между истинным христианством и ересью. Понимаете? Для многих вопрос, как бы, скажем так, ну, какой-то очень незначительный для них, их мирского понимания, на самом деле, это очень важный, какой-то там, вероучительный вопрос. То есть, это можно все показывать и рассказывать. и когда тетки, а я их больше никак не называю, тетки, ходят по храму в штанах без косынок и разное прочее, не понимают, что они делают, куда они пришли. Ну, ну, что можно еще сказать? Я немножко вставку сделаю вам. А этого не будет, потому что никто здесь не... Я хотел небольшую вставочку сделать. А вам известны амиши? А? Нельзя ли ближе познакомиться? Амиши, конечно. Как организовывались? Как они одеваются? Ну, это ответвление от минонитов. Это, это один вопрос. Познакомиться, посмотреть. Я знаю, я знаю. Это у вас рядом прямо, вы можете посмотреть. И кое-что полезное принять. Как они дружно живут? Такие правила. А наши правила православные, это понятно. Да. Значит, дело в том, что амиши от нас живут далеко. Мы живем во Флориде, это вот самый низ, вот здесь. А они живут выше, вот туда, за Нью-Йорком, вот там. Но это не проблема. В принципе, можно организовать как-нибудь там, допустим, по лету поездку туда и просто поездить. Но я знаю, что они очень закрытые люди. Но я могу, в принципе, через кого-то с ними познакомиться. Не проблема. Вот. Но. А, кстати, у них там проблемы сейчас. Какой-то дебил, другого слова не найду, что-то там повздорил с кем-то, пострелял 10 девочек, представляете, и застрелился сам. 5 умерло, девчонок. Это вот у амишей. А мы смотрели, мы смотрели фильмы. Буквально недавно. Мы смотрели, смотрели это. Да, это фильм поставили они. Да. И вот это... Да? Так вот, это к вопросу о ювенальной юстиции и по вопросу воспитания. Я своих воспитывал, воспитываю, и буду воспитывать, как написано в Евангелии. И если нужно где-то прещение, я их буду прещать, они мне будут стоять в угле, даже я их буду сечь ремнем, если это надо. Ну, естественно, не по-отечески. Почему? Я не хочу, чтобы где-то в прессе, или вообще, чтобы такое случилось, чтобы мои дети где-то сказали, вот он негодяй, он взял там ствол и пострелял. Здесь в этом отношении все очень просто. Оружие купить очень даже просто. С одной стороны, это плохо, с другой стороны, это очень хорошо. В России было бы меньше преступлений, если бы оружие было в руках. Почему? Потому что негодяй, зная потенциально, что в этом доме, в который он сейчас ворвется и хочет там что-то там набедокует, может быть оружие. Ну, многие уже подумали бы. Правильно? Да. И по статистике вот многие смотрят и говорят, что в Штатах или, допустим, в странах, где оружие есть, там преступлений совершено гораздо меньше. Вот говорят, в Америке очень много. Да, здесь тоже много, но в основном, когда стали разбираться люди, я как-то случайно попал на их сайт и почитал все, что они там пишут, то есть это государственные исследования, все. В основном преступления идут среди черных, вот этих вот бандитских элементов. Они к белым никакого отношения не имеют, совершенно к нормальным людям. И вот там говорят, вот негры, вот негры, я знаком со многими темными, черными, но здесь как их, как их назовешь, негры? Негры-то отдельное было все, а эти просто, их называют их черные, там цветные, они в такой степени помешанные, ну там чуть-чуть он коричневый, он же черный, ну какая разница? Ну просто скажем так, белые, так если делить все. Среди них есть прекраснейшие люди, а есть негодяи. А среди белых есть вдвойне прекрасные люди, а есть еще и втройне негодяи. И поэтому говорить так, ну тут как бы это, не надо вот этого деления, мне кажется, это неправильно. Делить людей на хороших, на плохих страны, на хорошую, на плохую, на нации, национальности. В такой степени все уже намешено, что... Ну я не... Минутку, я хотел сказать вот что еще. Вы спросили там перевод, или что там в английском языке. Так вот, если вы зайдете на наш сайт, я там отвечаю на 4124 вопросов. Вы, если можете, попутно начните работать, найдите, на английский язык это перевести, чтобы людям сделать, англоязычным доступным эти вопросы и ответы. У меня начинали делать, но это не англичане. И... Да. Заглохло. Один священник это делал. Настоящих. Разбейте по папкам. И чтобы они это все перевели, и заново мы могли это все выставить. Вопросы и ответы сегодня. Это главнейшее. Да. Я хочу... Да. У меня здесь есть много людей, которые православные, настоящие, которые очень хорошо владеют языком. Я с завтрашнего дня начну с ними разговаривать, и, может быть, действительно мы это сделаем. Вот. Это было бы очень хорошо. Это было бы действительно богоугодное дело. И тем более, когда, скажем так, оно бы и нам бы здесь, и вам бы там тоже очень бы пригодилось. Потому что в мире сейчас, ну, практически 90% говорят на английском. Вот. Это было бы правильнее. Не переводить на все языки, а достаточно на один английский, и очень многие уже поймут. Вот. Это было бы просто здорово. То есть вы мне разрешение дали, да, в этом направлении работы? Да, да. Если будете переводить, на нашем сайте там книга «К истинному православию». Я 40 лет собирал материал, на вопросы, на которые... И в крещение, покаяние, там все абсолютно. Хорошо. И рядом книга «Для слова Божия нет уз». Это как бы автобиографично, но из одних документов. Это было бы очень интересно для всех людей. Вот кто-то бы... Ну, несколько человек брались и регулярно переводили. Понимаете как? Вот у меня было такое, не было толкования на песни песней. Песни песней. Я долго искал, и сказали, в таком-то городе есть. Я поехал у баптистов. Оказалось на немецком языке без начала, без конца. И я сразу сел, язык восстановил готическими буквами, перевел и много лет преподавал в университетах, толкуя это. Но когда отец Геннадий Фас выбрал все из святых отцов, теперь в этом нужда отпала. Вот я показываю, где направить. Это вопросы-ответы к истинному православию для слова Божьего нет уз. Вот перевести на английский язык только так, чтобы любой англичанин понимал, что это безошибочно. переведено. Хорошие должны быть перевозчики. Очень хорошие. Знающие русский язык. Павел, возьмите для себя. А сколько перевозчиков надо? Ну, я скажу так. Примерно, не меньше пяти человек. Не меньше. Да, нужно на самом деле, потому что информации очень много. А вы знаете, дай бог, хотя бы с одного, с двух, с трех. Хотя бы. Ну, я думаю, что найдем мы, наверное, одного, два, три. Вот. Попробуем. Попробуем. Да, вы объявите. Объявите при встречах. Даже попробую напрячь другого. Объявите. И добровольцы найдутся. Конечно. Объявите там в эфире. Вот. Я даже попробую. Да. Ну, да. С завтрашнего дня начну в этом направлении работать. Алло. Да-да, я слушаю. Алло. Я слушаю. Вообще не слушаю. Связь плохая. Вон, видите. О. Да что-то связь. Я вернул. Красные эти штучки. Начало ухудшаться. Ну, наверное, уши с погонами влезли. Это такое часто бывает. Я когда с матерью разговариваю, нам постоянно помогаю. Плохим звукам и изображениям. Ну, ладно тогда. Давайте заканчиваем. Говорите. Что еще? Алло. Слышите? Я слышу. Слышу. Хорошо. Все. Хорошо. Я хотел спросить, что если какие-то вопросы будут возникать, я вам буду тогда писать на скайп. Да. Вот. Если будет возможность, то можно будет дальше еще переговорить. Я даю разрешение. В две недели один раз. В две недели один раз заходить. В две недели один раз. Хорошо. А если срочно? Срочно. Можете в неделю раз хотя бы. А если очень срочно, в любое время. Это с пяти, с пяти по Москве до семнадцати по Москве. С пяти до семнадцати. По Москве. Хорошо. Ну, у меня немножко... Да. Я с шести и... Ну, тут уже как Бог удаст. И три ночи, и разные и прочее. Единственное, у меня время с восьми вечера до девяти вечера. Мы молимся когда с детьми. Я в это время как бы беру тайм-ау. Ну, я не звоню. Вы сами решите. С пяти утра по Москве. До семнадцати по Москве. Вот так. Пожалуйста. Я буду рад встречать. Спасибо. В любом случае... Да. Угу. Вот видите, уже программа какая-то. И работа. Всего хорошего. Благослови. Ну, все тогда сегодня? Да. А то нас прерывает уже эта связь-то. Все, да. Спасибо, Господи. Большое спасибо. Слава Христу. Угу. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Слава Богу за всем. С Богом. Вот видите, вчера познакомились, он написал. А сегодня вторая встреча. Вот так.